А запоёт ли с горя леший А всё расписано заранее, всё предсказано И пусть луна сверху шигели, смотрит косо А мы проскочим, абы-кабы, да без спросу А мы проскочим, пролетим, была бы милость А всё, что сбыться бы могло, почти всё сбылось Давайте гоним, коним, коним, ходу-ходу Дороги нет, тропинки нет, и нету броду Давайте гоним, коним, коним, выручайте Да не сгорим, да не потоним, лишь давайте Субтитры подогнал «Симон» Сегодня мы в гостях у Николая Галилеева, который уже больше 40 лет занимается лошадями Но сегодня он сам нам расскажет, какие лошади выращены и какие призы его выращенной лошади занимают даже в европейском уровне Да, вы правильно сказали, значит, на данный момент они уже выходят на европейский уровень Но до европейского большого уровня ещё рано говорить, но будем стараться, если жить будем Начал я с лошадьми заниматься, можно сказать, с детского возраста В трёхлетнем возрасте меня отец посадил на лошади верхом И сказал он мне, в дальнейшем он сделал очень большой порог в том смысле, что я тебя посадил на лошадь И так я остался с тех пор с лошадью Это значит, всё-таки родители были первые, которые не только показали, но и дали почувствовать, что это лошадь Да, но в основном отец, дед мой по матери, он тоже когда-то держал этих, ну, очень резвых лошадей Ну, типа русаков, можно сказать, на то время Вот, и он очень любил лошадей У него была такая кобыла коновера, насколько мне мать рассказывала На которой отец всю деревню, у дед мой, то есть, мне отец и дед Всю деревню, ну, объезжал Спор, как говорится, сидят мужики выпивают, а потом начинают, кто чья лошадь победит Да, как в наши времена машинами, так раньше лошадь Это было, ну, как сказать, в Ульманское, старое в Ульманское время И все, ну, когда я начал, перешел, как я, до этого, я грабил, как все ребята, на конной грабилке На конной косилке косил в паре Потом всю жизнь моя прожила, ну, в лошадях И с 70-го года я попал в спорт, в спортивном лошадях Вот, но до этого, когда проходили в Дагде здесь, в Ширну, а не бега Мы всегда ехали с отцом и участвовали Тогда не было таких, как мы говорим, а сейчас качалки, все Кто в чем мог ехать? Ну, одно, понимаете, одно, когда у нас есть лошадь Да Когда мы работаем, потому что все-таки в хозяйстве крестьянин лошадь это рабочая сила Да Ну, одно совсем другое, это когда мы лошадь выращиваем для спорта Да Это совсем... Нет, ну я вам, почему я вам начал этот разговор, я хочу продолжить его На то время было как Вот Рудкис такой, мой наставник Рудкис Дольф Донатевич, да Он родом со Шкауна Когда существовал Рийский ипподром Они жили еще, ну как, единолично до советской власти, да У него были две беговых лошади И они бежали на Рийском ипподроме Надо хутор, как он говорил, обработать Они забирались в Рийскую ипподром Привозили этих лошадей Обпахвали, все делали Обратно отдавали на ипподром Все-таки работали эти лошади Да Не только красовались на спорте, да? Да, но если сказать Результаты тогда были не те Вот у меня есть книга здесь старинную Я достал, ну этого, Рийского ипподрома Где какие лошади выступали И вот с 70-го года я начал работать в Бриебе Колхоз Бриеба Нет, не колхоз Бриеба Сперва я начал в колхозе Латгала В Латгала работал такой туркиш У нас был председателем Гейкин Вильгельм Антонович Антонович Александрович Точно не помню отчество Вот, этот самый Гейкин И он мне тогда говорит, ты любитель лошадей И он мне предложил расистых Был у меня первый мой выигрыш Призон Кобыли Узловой Я выиграю часы И на тот момент Даже я победил Юрия Яковлева Он ехал на Туманной Дали Это было, я точно не помню Но где-то было 71-72 года Но это в советских годах И этот ваш второй оппонент Он Советского Союза, да? Да Или Нет Я начал Ну в семьдесят где-то В семьдесят третьем году я призвался в армию В мае месяце И вот с семидесятого года по семьдесят третий год Три года я отработал брибы На этом самом Ну как конюху, как тренер всякого Вот самый Вот супруга сейчас держит Ну подай в руки Это самое Вот этот вот Самый сохраненный Это вот 71-72 год Это же самый сохраненный первый приз Первый мой выигрыш Даже если порыться в документах В бумагах Даже где-то должна быть фотография Этой лошади И этой самой Как ее Ну потом Может поищем Да Вот Это самое первое Начало моей Как его Начало первой езды Самый первый приз На котором Ну это Здесь ее нет Вот Аня Это вообще Эта школа Вот жеребец Контур в Яковлево был Если Над меткой здесь Узловой Тут даже на фотографии видно Что скорость Снимали Вот 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 Вы правильно Увидели Вот Кобылица Вот Узловая Узловая Эти фотографии Вот Вот Узловая На этой лошади Я выиграл Потом Этот жеребец Вот Этот жеребец Контур А Вот Тоже Узловая Вот Я в 73 году Ушел В ряды Советской армии После 73 года Я уже В Брибе Колхоз Ну не вернулся Потому что я был Женат С Май Ахмана И девичья фамилия была Я ушел В Мадонский район Работать В Мадонском районе Когда я приехал За трудовой Прибыл Ефимов Яковлев был Он меня очень Нас звал Что мы уйдем Вот В Тирайне Он знал Что в Тирайне Он переедет Все И говорил Я тебя беру обратно Как в Майю Ну что у них произошло Между Ими За период Два года Потому что Майя была У меня дочь Вита 73 года Рождения Вот Вот Эта сам Шеребца Ушла Она сказала Нет Мы не вернемся И вот Тогда мне Яковлев Предложил Эту самую Купить Вот этого Шеребца Контура И Кобылу Эту узловую Как-то ездил Говорит Николай И вот я начал Потом Это был Кобылу Сапсковского Ипподрома Купил Ушуоси Оуси Вот Тоже я получил Этих самых За Ребят Зеребят Там я получил После того У нас С супругой Пошел Раскол И в 79 В конце 79 Года Я попал В этот самый Работать Презыкне На Конзавод Советская Латвия Там Воронове В Воронове Стояли Верховые Лошади Ляли Конюсна Стояла Рысаки И вот Я тогда Встретился Хотя я раньше Встречался С Рудкисом Донатевичем Ну как там и так Рудкис Донатевич Мейстра А я кто еще Ну как только С под стола вылазил Извиняйтесь Вот Это сам С под стола вылазил И вот До этого я ездил Выступал там В Бриябе Ну в Бриябе мне как До армии Мне давали лошадей Всех не бегут Мне приходилось Ставить их на ход Ну да На этого Потом меня Ефимович даже мне Такую кличку Передал Конократ Говорит ему Запряги любую лошадь Любую палку Говорит в качалку И та побежит Наверное А лошадь как Как животное Она умная Говорят что она Похожа как на дельфина На человека Что может разговаривать Если вам Говорить про эту лошадь Да То лошадь очень умная И лошади Очень отдатливые К человеку Ага И они Привязываются К человеку Понимаете Если вот Ну вот говорят Дурные лошади Дикие Многие люди Путают Темперамент лошади С нравом лошади А Это важно Да Это две очень больших Разницы Понимаешь Конюшны Она очень Ласковая с тобой Нежная Понимаете Ну вот берем Примерно жеребцов А когда ты его выводишь На случку Или там Особенно которые жеребцы В случке Ну уже Находится вот Они Выводишь на улицу Запах Лошадь Очень чувствительный На эти запахи Если даже проходит Бега Если Зеребец чувствует Ну как Кобыла какая-то Есть в охоте Он уже Он проявляет Он гордо Он ржет На дыбы встает И вот люди Думают Какая дурная лошадь Понимаешь Она неуправляемая Она неуправляемая У нее работает инстинкт Энергия А не нрав Это не нрав Это две очень больших Разницы Потому что я за 40 лет Разработала Вот И поэтому Он эрегирует Так же самое И вот Ну как Кобылы в охоте Они разно ведут себя Понимаете Вот Ну нрав лошади Это одно Второе Вот мне многие люди говорят Да лошадь пьяных не любит Ну да Тоже слышала Такого Я бы сказал бы нет Это неправда И я даже отрицаю Если бы Лошадь не любила Пьяных То я бы уже Кусков Мне не хватило бы хоронить Раньше Всегда Мы после бегов Это Ну в советское время И теперь у нас Ну когда проходит Бега Ну здесь в Латвии Я имею в виду На ипподромах Этого нету Ты приехал Проехал Уехал Там если хочешь Сам этого А тогда у нас же Всегда банкеты После бегов И обратно же Ты после банкета Грузишь Но мне Извините Меня или Бог миловал Или как Лошадям несу Я отработаю 42 лет 42 года Я от лошадей Не имел травм Я понимаю Что например У вас как в крови Вы понимаете лошади И лошадь вас понимает Потому что 40 лет Больше проработать с лошадьми И никаких травм Как вы говорите И даже любит Когда вы И трезвый И выпивший Да Но как Как Я понимаю Что у вас много лошадей Которых С маленького Возраста Вы выращиваете Уже До больших побед Как это получается Да Это правильно Я вам скажу Я до этого дошел бы До этого вопроса Ну Вперед Вот Я пришел работать И это самое Отработал у него Полтора года Но То что он мне дал Он мне много дал В жизни Насчет Спортивных лошадей Это он дал Как правильно Готовить лошадь Как работать лошадь Понимаешь Методику Да Молодых Именно молодых лошадей Можно так сказать Да Не старых лошадей Которые бегавшие Лошади А именно молодых лошадь Как ее правильно заездить Как от нее потребовать Как ее правильно поставить На правильный ход Не заторопить ее Не за этого Ну как вот Ну берем Если берем Лошади два года Вот Ну а ребенку шесть лет Ну где-то вот Ну человеческая жизнь Лошадь живет где-то От двадцати до двадцати пяти лет Ну человек где-то в среднем Возрасте шестьдесят лет Ну так Ну да Шестьдесят там Ну чуть Ну кому как Так и лошади Некоторые живут Лошади до тридцати лет Но средний возраст У них считается Где-то От двадцати до двадцати пяти Ну так Среднего И вот Ну нежный Ну нежный Но я вам скажу Тоже нельзя Разрешать этой лошади Хулиганить Надо иногда и наказать Если она Хулиганит что-то Да Вот многие Вот Понимаете Вот я ему Вот он там начинает Вот он дубью передо мной встает Я ему там сахара дала Встала дубью Вот он мне за ребенок Ну извиняюсь за выражение Ногу положил на плечи Я говорю Ребята Вырастет эта лошадь Запомните потом Как она ногу будет на плечи ложить И мои утверждения подтверждают Я говорю Нельзя разрешать Лошади На мое понятие Понимаете Вот лошади есть такое уже Значит я с ней занимаюсь Я ласково Я ее там не пью ничего Я к ней ласково отношу Все Но значит ты должна подчиняться Мне Человеку Хозяину Не только что мне Ну да Любому хозяину Понимаю Должна ты подчиниться Должна делать то Что я хочу Ну похулиганить Можно тоже дать Но не всегда Вот выпустил я тебя в Леваду На свободу Ну как сказать Ну Левада это вы понимаете Загон где они бегают Бегают гулять Вот там ты творишь что ты хочешь Я тебя трогать не буду И ты можешь там и задом кидать И друг друга между Если они там лошади между И поступаться И задом побиться Но если я Я вывел ее Поставил на развязку И начинаю заниматься Это уже с самого малого возраста Ты же начинаешь Даже С рождения Уже где-то В полуторном месяце Ну в полуторном месяце Ну в возрасте Надо уже им КПТ расчищать Чтобы Для рысака Для спортивной лошади Это очень важно Чтобы правильно рос Копыт Понимаешь Правильно развивался Путовый сустав Правильно развивалась бы Это ну сухожилие Понимаете Ну это у лошади Правильно развивалась вся мускулатура Это как вот у человека Чтобы не было бы Плоскоступия Так у лошади Чтобы правильный был Ну да У них есть У лошади Три этих самых Ну как Три Как Формы копыта Да Есть копыт Стакановые Есть нормальный копыт Нормальный копыт Это считается Под 45 градусов И есть этот Вот как вы говорите Да тоже Плоскоступие Это длинный копыт Отводный Растет Пятки нет А он Вперед растет Вот Ему идет уже нагрузка На сухожилие Много зависит Как крысак бежит Много зависит От копки Ну это это да От копки От обуви Ну да От обуви Вот Извините за выражение Женщина Другая моет Другая Другая Нет Если она не привыкла А лошади То же самое Понимаете От сухожилия И вот И вот Когда ты этого Жеребенка Практически Можно сказать Задают вопрос Когда начинается Тренинг лошади Тренинг лошади Начинается Снутрога матери Как она покрылась Угу Чем больше Это лошади И как это выглядит Ну как это выглядит На ипподромах На ипподромах На конзаводах Амоцион проводили Один вот Количество у них Там примерно Двести-триста Головмат Вот Я был на Яландском конном заводе Я был на Прилепском конном заводе На первом Московском конном заводе Я побывал Я смотрел Как все это делать Вот у них Вот у меня Как дорожка Круг есть Да огорожен Так у них огорожен проволокой Один садник спереди Второе сзади И они Маточный состав Определенное Ну там Время по кругу Прогоняет Это Создается эмоцион Матки Это уже Не для того Они мата гоняют Чтобы она стояла Там только Из выражения Кушала И каковала А они Их Не скажу Что они там гонят До белой пены Но они Эмоцион Чтобы плод Развитие плода Всего этого Потому что я Когда Побывал На Курсах Кузнецов Кулови Это 78 По-моему 79 Девятый год Если меня память не ошибает У меня даже Диплом Это лошади Которая А я Все Допытывался Где Что Врач Какие Где Что Чем Подлечить Анатомию Он Дал Не Подарил Вам Пригодится В жизни И Чем Лечить Как Определить Хромота Лошадь Хромает От плеча Или От сухожилия Вот это я От него Допытывал Лошадь Проводишь Видно Или От Копыта Или От Плеча Он Сам И Когда На Курсах Кузнецов Мы Полную Проходили Анатомию Лошадей Полностью Сухожилия Все Где Двухглавный Шейный Мускул Где В Крупе Где Скакательный Сустав Где Запястье Лошади Что 100% Врач Врач Ну Хотя бы Любой Наездник Должен быть Где-то Процентов 30 40 Врач Чтоб Он Знал Эту Ему Не Надо Про Лошадь Знать Ну Дальше Вот 79 По 81 До Апреля Месяца Я Тренером Помощником Он Бригадир Тренер Бригадир Потом Появился Здесь В колхозе Председатель Адольф Адамович Лошмили Он Приехал Туда Я там Был в командировке В Пскове На стажировке Короче Можно так сказать Вот Где и познакомился Со своей супругой Она тоже Между прочим По образованию Ветврач Она там Ветврачом Главным Ветврачом Ипподрома Работала Значит Вас и супруга Лошадей любит Нет Там Меня сказали Что главврача Влешь От нас Галилею Больше к нам На ипподром Не приезжай Но это была шутка Приезжал я туда И выступал И вместе с ней И без нее Ну пока существовало Вот И Адольф Адамович Меня тогда Позвал Он не мог Никак мы не могли С ним встретить Потом он там Передал через одного Человека письмо Я приехал сюда Домой в гости Вот Вот не помню После Нового года По-моему Или Русским Новым годом Я даже не знаю Откуда он узнал Что я домой приехал Он успел домой зайти Как он приехал Ну вот он меня сомстил И с 81 года С 25 апреля Я был призван Как тренер Наездник В колхозе Бри И отработал я По 90 год Ну я вам понимаю Что у вас Очень сильные Были учителя И по И по Ну как говорится Ну и по Как врачу Рижский ипподром Закрыли Она там попала Интересно Разыгрывали Я выиграл Я выиграл У него было 2.14 рекордом Я ему 2 секунды скинул 2.12 Ну и вот с 81 я выиграл Потом Я ездил Что там В 83 году На всесоюзную Тогда меня Дождь родила Это было уже Уфе Потом В Киеве Это При Советском Союзе В Киеве Снова Было В 85 году Этот самый Всесоюзное соревнование Но я ездил без лошадей Я поехал на чемпионат Наездником И Третье Четвертое место Мы с Киргизом поделили Пополам Одинаковое количество Набрали Ну как Очков или Балов Но вы были как Латвия Да Это самое И вот Я работал до Брибы Работал до развала Советского Союза Вот Когда я Развал Советского Союза Пошел Я решил взять Крестьянское хозяйство Вот Я взял Крестьянское хозяйство У нас где-то Около 40 гектар земли Собственные Выкупленные Как уже Государство Она считается собственная Вот И забрал Пять голов Лошадей С брибы По себестоимости Такой В Москве Тогда бегал У меня Жеребец Фарлап Которого мы купили Только хотели Как производительным быть Потом Жеребец Акцент Ангара Это самое Залетная И залетная Была Зеребенка Я уже не помню Как-то ее там тоже Азартная О Длитка была Азартная Вот Но эти все лошади Мне не пришлось на них выступить Потому что С 90-го года Когда развал Советского Союза Все расисты И соревнования Прекратились Тоже там Да Вот И Ну это крестьянское хозяйство Влило эти лошади Постепенно Которые-то по старости Ушли Ну никак Которые-то там по болезни Ну сгинули У меня Вот И В 2005 году А В 2003 году Ко мне приехал Последний Рудки С Донатином Мой наставник Я говорю Все Донатинс надо У меня был Такой Зеребец Акцент Зеребец Полукровка Он Полурысак Полу Как это Латвийского Вот Я говорю Надо его Не Сезон Сезон Да Сезон Не акцент Сезон Вот От старта И Залетный Сезон Я говорю Надо отдать У меня дочка Первого супружества Занимается верховыми лошадьми Тоже Пошла Да По отцову Она сейчас своих лошадей держит Вот где я в Мадонне оставил Вот я говорил Вот это От контура Узловой Кобыла консула Она в 14 лет Выиграла В Латвии Первое место взяла В Латвии Юношеский Ну как 14 лет Юношеский Этот Чемпионат Выиграла Юношеский Это До 14 лет Ну как Эти санники Скажут И это самое Я говорю Отдать эту лошадь А донатит У меня Говорит Подожди Николай Ты рано себя списываешь Такого Говорит специалисты Как ты Говорит Лошади сами найдут Выиграл на этом жеребце Ну Ну Пристоял дорого Где-то На то время 150 Лат Вот На этом Ну Дальше Ишла Молодняк Поэма У меня там Выступала Командор Зарубился И вот Появилась И это Вот В 2009 Году Родился у меня Командор Осенью В 2009 Мне построили В 2007 Году Я построил Ферму В 2009 Году У меня построили Эту Как сказать вам Дорожку 800 метровую дорожку Окружность 800 метров Строил я ее сам по стандарту Это 200 поворот 200 Прямая Вот Дорожку Бега прошли И самое было Мора слез У меня вот этот Кобыла пала Утром прихожу На четвертый день После 16 сентября Пала Как раз Командору надо было Отлучать Ну и потом Татьяна снова Мартинсона вмешалась Видишь С ней Матки нет И она мне дала Кобылу такая У нее Шанди была Шанди там ББМ И вот От этой К чему я веду вопрос От этой Шанди И Кайлиса Родилась Кобыла Жеребенком Командшель Вот Через год Через год у нее Родился еще Командшал Которую И когда Эта Она уже Ходя под матерью Она не могла На месте устоять Когда утром Выпустишь Она все Бегает И бегает И бегает И кругом Кобылки Что-то получится Может быть Ну когда я Стал работать Вот Работать Я почувствовал Что у кобылы Есть Все есть Но Так как у меня Нет возможности Ездить столько раз Как Татьяна Лично занимается Только этими лошадьми Вот Ну этими лошадьми Что она Занимается Личными лошадьми И она Ездит почти Чуть не каждую Субботу То она В Литву То в Таллин То есть Она как Риги стоит Что ей до Литве Ездать То до Таллина Ей почти одинаковая дорога Мне до Таллина 600 С лишним Ну до Литвы Смотря в какое место Если берешь Ну да Вот Лизделя Это 400 км Я отдал ей Ну на тренинг Мы вот поменялись Она мне дала Вот эту вот Кобылу Вот Двух лет Она была Не двух лет Но в полуторном возрасте Вот А я отдал ей Коман Шель На тренинг Ну вот я понимаю Что Шанди и Кайлис Это уже ваши были Да Вот эти Лошадья А как вы такие красивые имена даете Коман Шель Видите Имена Имена обратно Даются не с потолка Можно сказать Ааа Коман Шель Вот видите Вот этот Кайлис Первая буква Г Да Коман Матери Обязательно должна быть уже Ну матери Как она подходит Вот Тоже свои такие Матери Возьем имя Коман Шель Коман Шель Но я понимаю Что это третий Часть этого третьего Куба тоже Потому что вы сперва Его там тренировали Да Ну я еще скажу В чем зависит Это дерби Раньше Раньше было очень много Конзаводов Дерби Эти вот четырехлетние дерби Они разыгрываются Каждый год Они не только дерби Есть двухлетние Лошади Двухлетний Прист Трехлетний Прист А дерби четырехлеткие Разыгрываются Эта лошадь уже Как переходящая В старший возраст Ну да По возрасту идут Да И если этот вот Выигрывает Лошадь дерби Даже было при Советском Союзе И при этом Если Ну С любого Конзавода Лошадь выигрывает Там На московском Или где-то Это очень большой Пришли Даже давали Как сказать Ординат трудовой славы Конзаводам Присваивали там этому Ну конзаводам И всего Если бывало Бывало такое В Иландском конном заводе Я хорошо Прекрасно Один год помню Как выиграла в Москве Ихная лошадь Там Тарабуя уехала В Киеве выиграла В один же год И там присваивали Эти Еще одно Я прошел так статистику Проблюзительную Этого всего Что Не было лошади Рожденной Еще в Латвии Которая Выиграла Рожденная В Латвии Я не имею права Что Были с Латвией лошади Но они были куплены Где-то И там С иландских Которая Это купили в Латвии Привезли Потом Выращивали И они Да Но это первое Вообще В истории Да Сколько Я Живу 40 лет Работаю В коневодстве Это первая лошадь У меня была Всю жизнь мечта Выиграть Дерби И Хотя бы Не вырастить лошадь И я приходил К этой дерби На Пшковском подроме Я Два раза Вторым оставался Но никак не дотягивал До первого А тут Ну не сам Но все равно Моя выращенная лошадь Это престиж Да Ну это я как понимаю Выращенная лошадь Когда вы уже почти сказали Что все Для вашей жизни Хватит лошадей Ну не Не хватит Я не сказал Я потом Стал выращивать Собственных лошадей Когда Татьяна приехала Я к чему виду Стал собственных лошадей Выращивать И вот Получилось Но это тоже Как вам сказать Это не так легко Вырастить этих лошадей Сколько я занимаюсь Вот Ну Когда я покупал Жеребца Кайлиса Этого производителя Многие были против Кого ты покупал Зачем ты его купил Это Одно Второе Второе Надо смотреть Экстерьер Лошади Там Красое плечо Экстерьер Да смотришь Второе Когда работаешь сам мать И работаешь отца И вот ты смотришь Другую может быть кобылу Этим не будет Жеребцом крыть Ну он не подходит Хоть он стоит у меня Производителем У нас не стоит У него ход У матери такой Этот такой А вы уже даже прогнозируете По генетике Какой там жеребенок выйдет Да Можно сказать так Если вы видите Что там что-то странное Вы уже даже не случается с ним Да Ну не случается Не кровишь Видишь Но я раньше тоже так работал Потому что сейчас Раньше Вот мы когда Мы по кровям скрывали Вот там заморское чудо Там это Гильдейца Не ну это Кровь Кровь если понимаешь Линии То есть не кровь Линии Заморское чудо Гильдейца Там этот Еще я уже там всех не помню точно Вот И вот они Линию на линию крыть Тогда что-то получится Сейчас все эти линии Особенно у американцев Линии у всех Очень жесткие Ну Кровь у них насыщенная Матерь отцы С рекордами Если мы тогда ехали Я говорю на капитане Я ездил две десять И мы радовались Что лошадь ездила Две десять Теперь мы едем Две минуты И не чтем Эта самая И вот Моя это самая Комменшель Сейчас становится Не в Латвии А вообще в Прибалтике Самая резвая Кобыла Выращенная в Латвии Она две две Рекордом Четырехлетнем возрасте Это Понимаете Это надо ехать Ну Вот Как считать вам Это Где-то около Шестьдесят Километров В час А вот Говорят Что на Олимпиадах Да Люди Бегают быстрее Вот современные Люди бегают быстрее А лошади современные Тоже научились Бежать быстрее Если вам сказать Вот я с девяносто Года Да На много резвей поехали На много резвей Да У нас где-то в семьдесят пятом году При Советском Союзе Еле-еле пригнали двух лошадей с поддужными за две минуты То потом они стали уже две минуты в прызах ехать А теперь если лошади за две пять нету и в прызы не стоит ехать А Даже Старшего возраста я имею в виду Они сейчас старшего возраста уже бегут все за двухминутные лошади Это сколько километров в час буквально Как раньше Может быть легче было Ну, это где-то километру 50 Раньше было 50 А теперь 60 Но это не буду говорить Если мы берем версту Если две минуты бежать Чтобы две минуты бежать Это надо минута где-то 16 Нет 16 Это две две Это минута 14 Минута 12 Это верста это тысяча девять метров, ну тысяча метров в версту и сейчас все в Европе перечисывается на версту ну а дальше вот пока меня выстроили дорожку сделали открытие бегов мы потом пока Виктор Стыкут был ну этим мэром города ну пару раз тройню мы тут бега провели ну вот пришла Вишкура я подал ей заявление а вы писали ей заявление да написал заявление она сказала ну нечего нам двое соревнований проводить они проводят там у Вишкурах на бывшей старой дорожке у меня ну мне эту дорожку подождите еще немножко да поэтому значит в Дагде вы единственные у кого такой есть кубок даже в Латвии куб да хаос единственному которому принадлежат соревнования ведутся в двух местах у вас и у Вишкура ну это было одно время уже последний раз я даже не помню по моему у меня а почему не могут мне может сделать так что в двоих местах бег ну это надо средства ну а это большие средства ну так средние вот вы сколько просили средств для соревнований если примерно такие скупые бега провести это надо на данный момент тысячу евро хотя бы тысячу евро да это так скупа провести если нормально уже там предложить это местные бега чтобы не приглашать ни Литовцев ничего если Литву приглашать там уже ставки идут совсем другие Литовцы тебе за двадцать тридцать евро за первое место не поедут ну да я вот посчитывал это где-то пятьдесят первое место если ты даешь ну первое место ну как вам сказать второе тридцать третье двадцать ну и пятьдесят кидать которые уже дали но у меня видишь у меня не по две лошади у меня дорожка позволяет мне пять голов сразу бегут и мы проводили где-то ну как четыре пять заездов больше не было ну по пять вот двадцать голов собирается по четыре лошади пусти уже пять заездов по пять лошадей уже пускаешь уже четыре заезда и люди говорят что очень быстро кончается понимаешь ну для людей интересно ну понимаете я не так понимаю когда было мэром стейкут у вас соревнования приходить проходили но он там он он там часть отпускал денег небольшую хотя сумму потом мне это зырку педреба где я состою коневодческая ассоциация это коневодство которая отпускала и мы старались но вишкура тоже были в то время в то время да тоже соревнования были но остались только вишкур да да ну теперь вишкур он то и соответственно проводит там емой и летом проводит на гаизе а даже он меня меня даже не приглашает на соревнования сколько я и когда у меня он последний раз уже сандра работала у меня последний раз были соревнования сандрука работала он у меня проводили за это проводила коневодческое общество не проводил меня таких средств нет Ну да, да, да. Вот, это самое Канево Чусковская проводила, я ходил сам к Сандре, предложил, а она мне сразу категорически сказала, что нет, мы не будем участвовать. Почему это и как, я не знаю, потому что она отказала. Она даже была против, Сандра против было строения дорожки. Вы построили дорожку вашу за какие средства, за свои? Я понимаю, что вы сами строили. Ну, строил я лично не сам, строил мне БУЗ. Нет, ну я как понимаю, что параметры вы говорили. Да, Валмера меня строила. Короче говоря, часть дала, это Каневодческое общество, часть дала. Часть я своих уложил. Там немного, чем могла там техника, это Дума помогла, тогда Виктор работал. Вот, ну и часть там уже до конца уже и БУЗ там немножко своих средств. Ну, ну, вложил. Вот, ну, потому что 800 метров. Короче говоря, эта дорожка у меня пошла до 4, около 5-ти. Ну, это в Латах еще, Латы, тогда Латы были, не Яврова. Ну, а сравнение все-таки происходит и происходит у Вишкура. А за какие средства у него происходят? Этого я не могу знать, не могу вам сказать. Но вы когда шли в Думу с заявлением? Ну, что, я... И какой был текст в этом заявлении? Ну, я, чтобы помочь организовать средства соревнований. Ой, даже это надо, где-то он может попереехать. Ну, сейчас я найду. Сейчас объясню, что вот так отпускать хозяйству, да, нельзя. Это закон не позволяет. То есть, вот, ну, христианскому хозяйству нельзя. И мы всегда писали, отпускали деньги на зыргу Бедриба, которая была, ну, в Риге. Вот, а потом мы организовали свое, ну, Бедрибу, вот с ним вдвоем. Твостырька. Вот, и от Бедрибы это какая-то помощь должна быть. Мы и туда, и в ту Бедрибу писали, да, и тут. Вот эта дорожка, и вообще все, это строилось по проекту, да, Бедриба. Но, когда я, этот, когда кончился проект, да, эта дорожка осталась в наше пользование, вот, и для того, чтобы потом нужно было писать, ну, как проекты. Проекты на конкурс. На конкурс на основе, чтобы мы, ну, участвовали. Ну, так как у нас уже все просят, чтобы, ну, бегать, я спрашиваю, почему нет бегов? Да. Ну, вы понимаете как? Ну, там в основном шоу, да, раз мы выращиваем лошадей, сейчас робежники тоже выращивают лошадей, где-то надо их испытывать. У нас дорожка сортифицированная. Вот есть все. Да, сортификат. Сортификат, да, дорожки. И поэтому, вот, выращивать лошадей, вот эта резвость, она для чего? Для того, чтобы, ну, участвовать в соревнованиях. И чтобы, как бы, побеждать. И вот почему кубок этот, да? Этот кубок, вот это, ну, дерби. Это, она потом идет кобыла или жеребец. Он уходит как производитель. Это престиж выращивания более резвых, ну, лошадей. Ну, это в каждом... Но это уже марка зимы, это уже знак марки. Да, 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 да. То есть она уже считается, ну, престижной. Если от нее пойдут уже ребята, вот она сейчас последний раз высыпет, когда, да, и она вернется к нам, мы ее будем уже покрывать, да, и от нее же, ребята, это, во-первых, будет стоимость уже выше. Это уже как это ты, раз... Да. Это уже как вот королей-принц. Да, 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 да. Понимаете, то есть уже как высшая раса, там другое. И вот это вот все, вот почему вот это стремление? И вернусь немножко, и вот испытания этих лошадей, они должны здесь. Вот эту стелу, ее для чего сюда, Таня? Ездить, да, но заездить правильно тоже есть. И вот она дала... Да, на правильный ход. И вот они сейчас вот, у многих там есть уже жеребята, и все говорят, Николай, будешь заезжать. То есть поставь нам лошадей на правильный ход. То, чтобы у них было, чтобы они потом, в будущем, выигрывали. Понимаете как? И вот тут, тут не потому, что вот там, нам не нужно нам этих денег. И постоянно все спрашивают, но у нас хозяйство, мы не сможем сами, ну, поднять, ну, как бы, провести эти бега. Даже между, пусть не приглашая там литовцев, да, но хотелось бы. Ну, у Вишкура, да. Но почему у нас... Вишкур, понимаете, немножко с одной стороны, я скажу так, у него не проходит не испытание. А просто шоу. Это дорожка, которая сейчас у Вишкура, да, ну, там, ну, как они считаются, не Вишкура, ну, это там, она не его, она там, это другая. Он на ней 10 лет оттопал, да, натренировался. И потом вдруг раз, и не стали нас, его приглашать. Вот это как бы не при нем сказано, но, честно признаться, просто обидно. Это прям как зависть. Да. Это уже завистью пахнет. Да, да, да. Ну, не потому что, вот, ну, чисто, тем более, уже, знаешь, годы-то уходят, как-то хочется там. И люди. Для нас это пригласил, не пригласил, ну, не важно. Не стоит там важно. А люди говорят. А люди. Почему ты не по ним выступаешь? Это было, еще было такое, хотя даже когда в 2005 году мы начали соревнования проводить, прививку, да, и мне некоторые подходят, лошади, у меня были уже там свои лошади, ну, как эти немалые, вот этот вот, как его, Реплей был, и это Мега Шарлей была. А мне говорят, Галилея, а что ты, говорит, ну, Мелик. Я говорю, а почему Мелик? Почему Мелик? Говорят, это же не твои лошади. Я говорю, а как ничего, как не мои? Это, говорит, ну, как, типа Вишкурифик, но Дагдес-Новода. Он тогда, он не кричал, что, ну, знаешь, ясчадо и Галилеев там управляет, ну, этот микрофон. Акже Дагдес-Новода, Зирги. Ой, не Дагдес-Новода, Волос, ну, Пагаста. Домес. Да, Дагдес-Пагаста. У нас раньше было... Ну, как это, Дагдес-Пагаст был. Но вы живете в Дагдес-Пагасте. Да, Галилея выступает там, потому что, Дагдес-Пагаста, Зирги. И мне стали люди делать упрек. А, не понимали, что это лошади от этого места, а как бы их хозяин Пагаст. Да, выходило так. Вот даже там я не этого... Ну, Чадо, он не упоминал, что вот они принадлежат Галилееву. Даже был такой один вопрос интересный, вот. Они меня в Калнате проводили в бега. Там работает такая Елена Сташуля, ну, тоже рысаками занимается. Они на озере проводили в бега. А они меня видят там, они с Вишкуром, Вась, Вась там, ну, они меня не пригласили. Там такой, этот, Брокон, Марис. Ему записали в один заезд его, и надо выступать на двух лошадях. Понимаете, вот, ну, ему. И он там, ну, как, позвонил мне, говорит, Николай, ты можешь сесть проехать? Больше я никому не хочу. Ну, там, дать эту лошадь, я уже в книжке даже не помню, что лошади. Вот. Ну, я сел, проехал. Вишкуру мою фамилию забыл. Это, когда уже призовые были, да, не назвал вашу фамилию? Да, я даже выиграл там, этот Марис выиграл первым, я остался вторым, он забыл фамилию, что Залиле его зовут. И даже не назвал. Да? Вот. Ну, это некрасиво, да. Ну, тут в робежниках он выразился мне, когда я проехал. Во-вторых, у Вишкура нет того понятия. Вот эта вот бежит кобыла двух стеллов, вот, да? Да. Вот она выиграла у меня там почет в Таллине и дали, и все. Она двухлетняя лошадь. Понимаете? А ее ставят со старшим возрастом, бежат. Они думают, если Галилея мейстер, значит, лошадь должна переться в любом моменте. Есть группы, есть двухлетки, трехлетки, есть четырехлетние лошади бегут, как на ибодромах. А вот после четырех лет лошади старшего возраста, и то обратно идут в группу по зависимости рекордов. Группа А, Б, С, есть. Ну, как на танцах, тоже она всяких есть. И на вкоке, и везде же есть. Да, эти вот группы есть. Вот лошади, которые за две минуты, те уже двухминутных подбирают лошади. Которые там за две пять лошади, двух пять, которые там от пяти до десяти. Но уже старший возраст у нас, если он десятку не разменял, старший возраст, он уже у нас, извините, не котирует. Даже самому тебе неудобно будет. Я понимаю, значит, тут только... Ага, раз едет Галилеев, значит, его можно всунуть в самую сильную группу. Мне и самому это уже не хочется ехать. Во-вторых, мои лошади более часто выступают на ибодромах. На ибодромах повороты, то, извините меня, привычный поворот, ты едешь. Во-первых, у них виражи на ибодроме, вираж. И лошадь бежит, как по прямой. А здесь, как в рубежниках взять, ну, считай, как кругом яйца надо кучить. Это как в стадионах. Да, и лошадь, когда лошадь привыкла на ибодромах бежать, и она на размашистом, длинном ходу, ей трудно этот крутой поворот проходить. Она зарубается ноги. Вот у меня командор же вышел из строя, зарубился, и все. И пока вот так ходит нормально, как в нагрузку, так вот, на левую ногу хромает. Короче, этот стадион, спорт, ноги. Да, не соответствует стандартам. Вот, понимаете, самая низкая дорожка, вот, дорожка, да, вот, ну, как вам тут немножко так вот, листок, есть листик? Вот дорожка, вот у меня сделана. Вот берем, вот, вот берем прямая, да, одна прямая. Вот берем вторая прямая, да. Вот теперь, ну, так, я, конечно, так не могу. Вот, вот 200 метров. Вот берем, вот 200 метров, да, вот, 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 так вот берем, 200, да, ну, поймете, да? И здесь, и вот до сюда, вот тоже. 200. Вот здесь тоже. Ну, это да, это крутость. 200 метров, да? Независимость и разливус, ну, чтобы она вот до входа была. Да. Если вот эту вот сложить, и это, и это, что она 400 метров, и этих двух 400 метров. Да, тогда у нее вот этот закат не такой. Да, ни поворот не такой, радиус не такой. И то, и то уже сейчас опытные наездники с Львы, которые едут. А верстовая дорожка, вот, ну, километр берем, 250, и прямая 250. Это верстовая, километр, тысяча, вот, когда тысяча это делает. А тысяча 600, там 400 метров поворот, 400 прямая. Там уже совсем радиус другой, она уже без этого поворота не чувствует, если 600 метров ты едешь, как в этом, в друзьях. Хорошо. А еще? Почему лошади у тебя где-то бегут, ты выигрываешь, да? А почему иногда здесь... Я туда приехал много, где-то в другом, ну, в среде нашем, он меньше. Ну, поймите, все любители лошадей, да? Всем хочется это выиграть. Вот вы видели, сколько кубков. Он уже, как бы, ну, чтобы продолжение это было, но ему же хочется, чтобы лошади это дальше было. Сохранить. И он сохранить, чтобы какой-то интерес был у других. Вот там Таня такая, она тоже у него занималась, когда там в Бриве он был, он занимался лошадьми. И он, да, он старается, она там выиграла. Они с такой радостью. Ну, если ты... Ну, а чего ему обгонять этого человека, которого... А если же, понимаете, молодежи Галиндейева объехали. Да, и тут объехали, и у них столько радости. Вы понимаете, это говорит о профессионализме его вот в своем деле. Да, значит, он даже отказывается от первых побед, чтобы... И еще, и еще одно, и еще одно. Они... Подожди, Николай, я не милочку. И еще. Они выступают только здесь, в Латвии. Да. Ему, когда он уезжает, он выступает за Латвию, где-то. И ему неинтересно уступать литовцу или эстонцу. Понимаете как? А здесь, они же больше никуда не поедут. Вот, и поэтому... Да, возможности здесь как-то... И еще можно сказать то, что вот эти вот лошади, да, У них лошади, они купили с ипподрома, которые лошади уже отбегали. Они там уже ничего не... Они не нужны ипподрому уже. Они не нужны ни ипподрому, они не нужны хозяину. Она там рекордов не поставила, или там что-то с ней несчастный случай случился, или плечо растянул, или там сухожилие, или что-то, или брок вогнали. Они отдали им, они подъехали. Они здесь, да, по местности они ездят, здесь у нас по колхозам, да. Но уже где на боевой дорожке, как говорится, когда замолотит 10-12 голов, голова в голову, и ты идешь в моржах, и это самое, и смотри, чтобы ты кого-то не зацепил, и тебя не зацепили, понимаешь? Это совсем другая езда. И совсем другой... Ответственность уже, да. И ответственность идет. Во-первых, сейчас, когда мы едем, нужна быть форма, шлем, перчатки. И даже в простой обуви не моешь, как мне вон Фин показал, на меня что-то там по-фински промурачило. Я еду в простых ботисках, а потом он мне показывает, что вот, должны быть, ну как, специальная обувь. А чтобы сейчас, извини, лошадь купить, ты моешь где-то за 200 евро, за 300 евро, да, этих списанных лошадей. А чтобы для лошади купить эти все прочинталы, извини меня, обувь, да, там, нагалки, уздечки, сбруи, качалки. Это ты можешь 5 лошадей купить за эту одну качалку. Если качалка, самая, ну, самая, так скажем, непрестижная качалка, сбруи, это где-то от 400, ну, от 400 до 500 евро. Ну, я в евро уже сейчас считаю, да. А самая непрестижная качалка, это где-то 1000 евро, 1000-1200. А вот, например, вот такая лошадь, которая вот выиграла такой кубок, сколько она стоит на рынке? Ну, понимаете, можно... Она еще не выигравшая была, да? За нее уже 3000 евро давали. Предлагали 3000 евро, я ее не продал. А понимаете, это стоимость на каком упадроме и какие лошади кровей несет. Нельзя сказать. Вот, понимаете, вот она выиграла здесь, она выиграла сумма маленькая в Таллине, там, ну, 2000, если вот, 1900 или 1800, да. В прошлом году был этот же самый приз стоял в Таллине 2600. Нет, нет, он имеет в виду, что стоимость лошади, лошадь, 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 лошадь. Стоимость лошади, если тебе, как сказать, найдется конзаводчик, и когда он посмотрит по кровям и по экстерьеру лошади, он тебе может дать и 100 тысяч, только отдать. И на коленке перед тобой может встать. Понимаешь, а если ему она не нужна, он тебе и... Да, но все равно кубок же что-нибудь и говорит. Говорит, это говорит. Это уже от ней, вот возьмите и вам сказать так, вот от ней уже пойдут дети. Да. Да? Я найду там хорошего производителя тоже там, может быть, какого-то... А, она вот там, ее отец тогда-то где-то выиграл. Она выиграла уже тут в Таллине, да, ну, как берем, терби, да. Ага, ага, а может с того жеребеночка что-то получится, а может я куплю, если он там продаст, там, ну, как, недорого, там, недорого, но это уже между нами договорная цена. А он надо купить, будет это уже престиж в дальнейшем. Так же самое и конзаводам, и так всем заводам. Вот даже я вам скажу, жеребец был у нас такой, при Советском Союзе Янолин. Он считался трижды венчаной. А почему его считали трижды венчаной, да? Он три года скакал на мировом прызу, да, этот прыз, я не помню, как он, прыз назывался, да? Он сказал, и три года с подряду, Николай Нахибов на нем скакал, и три года с подряду он выиграл эту скачку. Вот в этом году, да, он нес 60 килограмм в этом году, да? Это, ну, это у Всадникова есть, да? Скоро жал. На следующем году он нес уже, как, извините, два килограмма лишних. Это ему подкладывают уже под седло, вот 60. Наездник, ты должен весить, у них такой закон, седло, уздечка, твоя вся обувь, да? Ты становишься на весы, весишь весят, лошадь приводит тебя в поводу, в это впадоки, как называется. В впадоке он седлает, садится. Проскакал, финишную прошел, впадок снова. Снимает седло, уздечку, все, и снова становится на весы. И вот он, а третий год, он уже нес 4 килограмма. Вот, 4 килограмма этого лишних, лишних. И снова эту скачку выиграл. И за его давали 3 миллиона золота. Американцы там или кто, ну, 3 миллиона золотом давали. А после того, когда они не продали, наш Советский Союз не согласился его продать. А после того, я на первом московском конном заводе сам был на акционе и присутствовал. Только уводят кобылку или жеребчика этого самого, от Аналина. Все, там цены подпрыгивают до невозможности. Там консавод просит 10 тысяч, а там сидит с молотка сразу 50, 60, до 150, до 300, до полмиллиона. Цены прыгали, понимаешь? Как все вы объезжаете. Командор, жеребец мой выращенный, он 2009 года. Да, это он, племенная, вот. Да, вот, командор. Здесь, вот, там, на конюшной этот все кубки мои стояли когда-то, вот. А вот здесь это вот коммоншель маленькая, и мать ее, Шанди. Это его коммоншель, да. Это кальвис, отец, кальвис. Видишь, она, ну, при матери. Вот. Это вот поэма. Хочет ли на дому там русалка? А ей не жалко никого, и нас не жалко. А в этом омуте вода слезой подсолена. А ей дозволено любить, губить дозволено. И пусть туман ползет в болото под логом. А нам плевать, что нечисть справа, нечисть слева. А мы проскочим, пролетим, была бы вера. Давайте кони, 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 ходу, ходу. Дороги нет, тропинки нет, и нету броду. Дороги нет, тропинки нет, и нету броду. Давайте кони, 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 выручайте. Да не сгорим, да не потоним, лишь давайте. Дороги нет, тропинки нет, и нету броду.